Сегодня начался визит российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. По данным посольства России будет обсуждаться несколько вопросов, главный из которых связан с окончательным согласованием дорожной карты по торгово-экономическим отношениям Молдовы и России. Посетит он и Приднестровье. Большой интерес вызывает визит еще и потому, что на днях спикер Канду обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдовы. И в этой связи возникает резонный вопрос. На что мы можем рассчитывать? На какой результат надеются молдавские власти, когда говорят, что, цитирую, русские влияют на ход предвыборной кампании, русские поддерживают антиправительственные митинги, манипулируют средствами массовой информации и занимаются пропагандой. Разобраться в этом – дело принципа. Вы смотрите АКЧЕН-ТВ. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Борис Шиповалов, политолог, политический комментатор. Здравствуйте. Добрый вечер. И Андрей Андреевский, политический обозреватель и журналист. Здравствуйте. Ну что ж, давайте разбираться, чего вы ждете от этого визита, господина Рогозина, и может ли он повлиять на улучшение молодо-российских отношений. Господин Шиповалов. Любой визит любого руководителя такого ранга, он в любом случае идет на какую-то пользу, потому что есть диалог между государствами, есть диалог между руководителями. И независимо от его результатов, то есть, будут какие-то подвижки в решении злободневных вопросов, которые есть между Россией и Молдовой или не будет, в любом случае, я еще раз подчеркиваю, любой визит, любой диалог, он всегда полезен. Конкретика какая-то. Вот я огласила, да, список тех проблем, которые будут обсуждаться. Вы полагаете, будут подвижки? В решении проблем нет. Почему? Мы с вами, по-моему, обсуждали этот вопрос во время предыдущего визита Рогозина сюда к нам, и я тогда четко и ясно высказал свою позицию, что пока вопрос взаимоотношений между Российской Федерацией и Молдовой не будет решен внутри молдавского руководства, вот между президентом, председателем правительства, руководителем нашего парламента, да, и они не определятся окончательно, чего они хотят, каких-либо особо подвижек нет, и не будет. Почему? Потому что Российская Федерация четко и ясно высказала свою позицию еще в 2013 году. Давайте обсудим те вопросы, которые нас интересуют, экономическое взаимодействие вместе с Европейским Союзом, вместе с Молдовой, обмазначим те противоречия, которые у нас есть, снимем их и будем идти вперед. Но этого не происходит. С нашей молдавской стороны идет, ну извините, на мой взгляд, полнейшая демагогия, да, вот имперские амбиции России, она нехорошая, она против того, что мы хотим вступить в Европейский Союз, и больше ничего. Вы возьмите наши яблоки, возьмите наши помидоры, возьмите наше вино, а мы вам, извините, мелко будем гадить. Вот, образно говоря, государственная политика. Но так, наверное, эти вопросы все-таки не решаются. Могу привести простой пример. Нет, не нужно приводить пример. Я просто... Для меня неожиданная одна фраза прозвучала в вашем, значит, выступлении. Это то, что пока между собой общий язык, значит, не найдут президент, спикер и глава правительства. Вы серьезно полагаете, что это разные какие-то позиции? Я думаю, что в условиях предвыборной вот этой кампании, это позиции немножечко разные. Я господина президента вообще в сторону пока отставлю, да, потому что практически его срок был на мульчей истюг, и он... Ну, почему же? Мы помним, как он себя вел в отношениях Россия-Молдова. Ну, он всегда вел, честно говоря, несколько высокомерно по отношению к Российской Федерации, к великой державе, от которой ты зависишь, да, и вот мы только Европейский Союз, а с вами мы, типа, не дружим и так далее. Я думаю, что это не умная позиция. То, что он даже в Бишкек не полетел на эту встречу, даже не использовал возможность использования личных контактов между президентами для решения проблем республики, это говорит о многом. Ну, а по отношению к высказываниям господина Канду, вот то, что это предвыборные высказывания, с моей точки зрения, здесь больше вот этот вот предвыборный такой запал, опять-таки создать какую-то, ну, скажем, линию в предвыборной кампании, опять разделение Запад-Восток. То есть это вас не так сильно обеспокоило? Вы здесь не на стороне российского МИДа, вот их, например, сильно обеспокоило, но я сейчас вас прерву, потому что хочу, чтобы уже выступил господин Андреевский, к нему такой же точно вопрос. Чего вы ждете от этого визита, и повлияет ли он на улучшение молодороссийских отношений? С чего я жду, я практически полностью согласен с коллегой, что ждать здесь нечего. Правда, у меня немножко другой взгляд на мотивацию, почему нечего ждать. Потому что, на самом деле, я считаю, что проблема не только то, что Молдова якобы не хочет. Наоборот, из того, что вижу я, с весны были отчаянные попытки, посылались сигналы в Москву, ребята, давайте дружить. Но это разбилось после первого визита Рогозина, когда он тут, уезжая уже отсюда летом, достаточно жестко отозвался о молдавских властях. И после этого была серия других шагов. В частности, вот сейчас, месяц назад в Москве, за деньги госбюджета российские, деньги, которые выделил Путин из своего фонда, был проведен съезд сепаратистов, куда пригласили представителей Приднестровья, где они обсуждали, как надо жить без Молдовы. То есть, представляете, если бы мы спонсировали, допустим, сепаратистов в Чечне, какой был бы фантастический скандал. Были другие шаги, другие заявления, которые, и вот уже поняв это, что не получается, не хотят отвечать на эти призывы дружить, наши власти, видимо, решили уже махнуть рукой. Я воспринимаю заявление Канду именно в этом ключе, что мы пробовали-пробовали, но не получается, поэтому давайте называть вещи своими именами. Потому что я сейчас не говорю о том, что это плохо или хорошо. У меня есть, естественно, мнение по этому поводу, но то, что российская пропаганда здесь есть, это самые рейтинговые телеканалы российские, и они пропагандистские каналы, это надо признавать, это факт. Это может кому-то нравится, кому-то не нравится, но это факт, от которого отрицать нельзя. Может, этот факт и нравится властям, потому что мы знаем главный канал, кому конкретно принадлежит? Суть в том, что посмотрите любое политическое ток-шоу по российским телеканалам, это сводки с полей боев. На нас наступают кругом враги, мы в осужденной крепости, мы не сдадимся, мы всех нагнем, мы победим, и не в таких условиях выживали. То есть вот эта истерия транслируется на наших граждан, которые тоже, в общем-то, начинают, часть аудитории, подыгрывать этой истерии. И это совершенно, конечно, не способствует оздоровлению отношений и так в нашем русском обществе. Я поняла, поняла. Русские виноваты, считает господин Андреевский, сами виноваты. Вот они занимаются такими вещами, а наши уже махнули, махнули. Я бы скорректировал свое мнение, имеют часть вины. Я не сказал, что только они виноваты, но очень большая часть вины. Вы говорили просто только об их вине. Ну, по факту, на последних месяцах, да. Ну, вот видите, господин Шаповалов, что она это скажет? Ну, что я могу сказать? Я еще раз возвращаюсь к 2013 году, когда Молдова приняла трагическое для себя решение о подписании соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Практически мы видим, что два года прошло, торговли с Европейским Союзом абсолютно никаким. Можно приводить массу этих цифр. Это конкретная статистика. Только по этому году у нас товарооборот упал с Российской Федерации на 40%. Это не по вине Российской Федерации, поверьте. Но, естественно, по вине молдавской стороны, которая упорно отказывается решать те вопросы, о которых говорили. Я хочу привести вот тот пример, о котором я хотел сказать. Встреча в Бишкеке. Это совершенно вот недавно было. Саммит СНГ, говорил для телезрителей. Да, саммит СНГ. Да, саммит СНГ. Встреча нашего премьера Филиппа с Владимиром Путиным. Владимир Путин конкретно говорит прямым языком. Да, конечно, с Молдовой мы будем налаживать отношения. Это надо делать. Но мы будем вместе это делать с Европейским Союзом. Прямо в глаза сказано. Ребята, у вас есть хозяева. Есть Европейский Союз. С которым мы и будем обсуждать все эти вопросы. Потому что вы их внутри уже у себя не обсуждаете. Вот то, что я имел в виду, когда разные позиции. Почему? Потому что Филипп летит, пытается пробить, казалось бы, решение вопросов восстановления экономических. Канду, такой же, как один из руководителей страны. Кстати, оба члены Демократической партии. Он заявляет совершенно другое. То есть, с одной стороны, мы хотим восстановить отношения с Российской Федерацией. А с другой стороны, ну давайте мы на вас еще наплюем. Что-нибудь обвиним вас. Вот вы там пропагандой занимаетесь, вы нам в выборах мешаете и так далее. Так что мы делаем? Чего мы хотим? Мы хотим восстановить хорошие добрососедские отношения с соседом. Мы хотим с ним торговать. Или мы хотим с одной рукой его оттолкнуть, а второй рукой делаем вид, что вот мы дружим. Вот о чем я говорю. Это неправильно. Это не государственная позиция. Вот выражу свое мнение в отношении выступления господина Канду, где он обвинил Россию. Я зачитала сейчас для телезрителей, в чем конкретно. Понимаете как? Если такие заявления были бы сделаны в Кишиневе, ему это было бы, на мой взгляд, понятно. Вот человек берет и обвиняет. А почему необходимо было ехать в Вашингтон, говорить там такие неприятные вещи, появляться на первых полосах американских газет, где абсолютно был транслирован антироссийский этот месседж. Это как вот? Деньги нужны? Я бы хотел уточнить у вас, неприятный для кого и в чем именно неприятный? Неприятный в том, что обвинили во вмешательстве в предвыборную кампанию. Я зачитала. Оно есть или нет? Я считаю, что нужно рассматривать вопрос вмешательства всех политических сил. Я могу вам вопросом ответить. То, что Лянка фотографируется с госпожей Меркель и она дает ему характеристику, это вмешательство? Безусловно. Безусловно. А почему об этом не говорят? Я думаю, что и об этом надо говорить. Не, ну надо и говорят. Это разные вещи. Надо понимать именно место и время. Канду был в США не для того, чтобы говорить, что США плохое. Естественно, это было бы безумием. Естественно, он поехал туда говорить о наших проблемах с Россией. Точно так же, как если бы мы, наверное, были ближе с Россией, кто-то бы поехал в Россию жаловаться на США. А мне непонятно, зачем нужно ехать в страну, которая сейчас находится в, мягко говоря, напряженных отношениях с Российской Федерацией. Ты прекрасно знаешь, что завтра у тебя будет заседание межправительственной комиссии. Ты скажешь, ну снимите эти ограничения, сделайте. Да, пожалуйста. Понимаете? То есть вот я, например, этого не понимаю. Все-таки я в начале слова господин Андреевского. Нет, я это очень хорошо понимаю, потому что мы все с вами прекрасно понимаем, что здесь вообще не идет речь об экономике. Господин Шапалов абсолютно прав, что это чистая политика. То есть Россия говорит нам, становитесь вот так вот, как нам нравится, нагинайтесь. Ничего подобного я этого не говорил. Но вы сказали, что Путин поставил условия. Нет, я говорил об экономике, о восстановлении экономики. Если быть честными, то вот сейчас Путин с вами не согласен. Я не знаю, с чем согласен Путин, потому что я с Путиным не общался. Он сейчас сказал о том, что Россия будет заключать соглашение о безпошленной торговле с Турцией. Турция уже много лет состоит ассоциированным членом Евросоюзе. Турция член НАТО. И это совершенно не мешает заключать России с ними экономические договоренности. Значит, экономики здесь вообще никакой нет. Здесь чистая политика. Так о чем вы говорите? Экономика это Южный поток, экономика это атомная станция в Турции. Экономика там сплошная экономика. О чем вы говорите? Но два месяца назад это все было невозможно. Невозможно, потому что опять поворачивались другим боком друг к другу, к партнерам. А когда повернулись лицом друг к другу Путин с Эрдоганом, оказывается, много можно договориться. Так почему президент Тимофтий, почему премьер Филипп не могут повернуться лицом, сказать, помогите нам, мы давайте будем дружить. В чем мы не правы? Давайте мы это исправим. Это нельзя сделать, но надо вот так вот все время. Россия плохая, она плохая. Почему полетели в Соединенные Штаты Америки? Отвечаю. Один миллиард украли, один миллиард евро потеряли за счет торговли с Россией и потери российского рынка. Итого 2 миллиарда дырка в бюджете. 30% в бюджете это валютные вливания Международного валютного фонда и других структур. А вы говорите, это не экономика. Это чистейшая экономика. В конце октября, в начале ноября нечем платить заработную плату, если не будет разблокировано кредитование Международного валютного фонда. Вот и нам обещают. Те 60 миллионов евро, другие 90 миллионов. Вот главная причина. Поняла. У вас будут возражения? Нет, ну, во-первых, короткая реплика по поводу нечем будет платить зарплату. Об этом говорили те же эксперты и в начале года. Тем не менее, зарплаты платят, пенсию повысили, зарплаты повышают медикам, врачам. Поэтому давайте оставим эту тему. Я не понял, когда кому повысили зарплату. Следите за новостями. Да, новости есть, но зарплату не повысили, никто ничего не получил. На словах повысили еще в июле месяце. Наши зрители смотрят, и они рассудят. По учителям, знаю, никто ничего не получил, должны были повысить на 30%, а там и 8% еще не повысили. По медикам сказали, повысим, но когда повысим, теперь не говорят. Это все опять-таки. Первый главный вопрос, который вы задали, на счет того, что политика или экономика. Все-таки, почему Россия не берет у нас товар? Господин Шаповал говорит, что проблема в нас, в том, что мы плохие. Нет, я вам объясняю, потому что русские много раз обнаруживали партии, где мы занимались реэкспортом. То есть это была Польша, это была Турция. То есть проблема только в этом. Они это объясняют так. Я слышала объяснение российской страны. Два месяца назад они также объясняли, что турецкие товары все бракованы и испорчены, поэтому Россия их перестанет закупать. Как только, как господин Шаповал сказал, Радыган повернулся, их товары стали опять качественными. Мы не занимаемся реэкспортом, врут? Нет, это имело место быть, я не отрицаю. Но это не носило такой масштаб, чтобы из-за этого вообще блокировать торговлю страной. То есть здесь на первом месте все-таки политика, хотим мы это или не хотим. Потому что они же не говорят, что проблема только в ваших товарах. Какой бы новый товар мы ни поставили, он все равно окажется плохим. Я же привожу вам пример конкретный с Турцией. Два месяца назад все турецкие товары плохие. Курорты, на них нельзя отдыхать, это опасно для жизни. Повернулся Эрдоган в нужную позу, сразу курорты стали хорошими, и их продукция опять стала хорошей. Так, экономика или политика? Господин Шаповал, у вас есть ответ? Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Вы понимаете, Андрей, здесь получается так. Я дружу и провожу время с одним соседом, мы вместе играем в карты, ходим в кафе, проводим прекрасно времени. А хожу ужинать и завтракать к вам. И так каждый день. И когда вы мне говорите, Боря, может ты мне что-нибудь поможешь, или давай рассчитаемся. Я говорю, нет, мы сегодня с Людой будем дружить, условно говорю, или с Катей, или с Машей, или с Петей. Лучше с Людой, это мне понравилось. Да, 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 вы понимаете? А вот ты у меня как-то подождешь. Вот это отношение сегодня получается... Это получается Молдовы с Российской Федерации. Понимаете? И здесь, когда мы с вами находим общий язык, как два соседа, когда мы дружим, когда мы делимся последним куском хлеба, когда мы друг другу подставляем плечо, это один уровень отношений. А когда вы, извините, мне под мою дверь приносите ведро с нечистотами и говорите, Боря, давай дружить, купи мои помидоры, но извини, не хочу. Хорошо, давайте скажем так. Господин Андреевский имеет право, говоря о политике. Имеет. Потому что отношения Молдовы и России носят также, секундочку, носят также и политический характер. И это нормально. Вы говорите о том, как ведет себя Россия. Но давайте вспомним, как ведет себя господин Шалару. Вот как политическое заявление господина Шалару можно комментировать, когда он просит НАТО вмешаться, для того, чтобы НАТО повлияло на вывод российских войск? И о том, что Молдовы находятся в состоянии войны. Я справлюсь, господин Шалару. Как? Это не политическое заявление? Это безусловно. Это безусловно. Поэтому необходимо эти отношения. И, кстати, реакции на него не было. А какая может быть реакция? Шалару говорит о том соглашении, которое подписано в Стамбуле в 99-м году, если не ошибаюсь. Нет, Шалару на варшавском... О выводе российских войск. Молдович Куршалару поехал на саммит в Варшаве и призвал НАТО вмешаться, для того, чтобы они заставили Россию. А в чем проблема? Объясните. Проблема в том, что НАТО заставлять противостоять России, это может прийти только в больную голову. Это же логично. Вот послушайте. Это логично? Нет, послушайте мои аргументы. Если мы говорим, что у нас на территории есть российские войска, договор уже подписан. Они должны были уже 15 лет как не быть там. При определенных условиях, вы говорите до конца, как был подписан договор. Договор подписан, там нет никаких условий. Нет, там были четкие конкретные условия, которые не выполнили. О стратегических вооружениях договор был расторгнут Соединенные Штаты Америки и так далее. Это когда Соединенные Штаты вышли из соглашения по вооружению. Да, да, вышли из соглашения. Там было это взаимоусловлено. Это одно. А второе, какие войска здесь есть? В Российской Федерации нет войск. Есть ограниченная группа, которая обеспечивает безопасность. Называется ограниченный консингент. Тысяча человек, которые обеспечивают безопасность кладов с вооружением, которые если рванут, все его не понравятся. Окей, но это чья территория? Какая? Где они находятся, эти войска? Это территория Республики Молдова. То есть вы из-за того, чтобы они были оттуда выведены? Они находятся здесь официально по договору между республиками. Молдова расторгла этот договор? Да, в Стамбуле мы подписали то, что они были выведены. Подождите, Молдова расторгла договор о миротворческой миссии. Не надо путать, подождите, вы эксперты, вы не должны путать миротворцев и контингент войск. Стамбульское соглашение 99-го года никакого отношения не имеет к миротворческой миссии. К этому договору между Республикой Молдовой суверенным государством и Российской Федерацией суверенным государством. Молдова расторгла этот договор? Нет. Она говорит, хорошо бы вывезти, хорошо бы Молдова на это не идет. Я сейчас вас прерву, потому что становится жарко. Я что имела в виду? Вы понимаете, что НАТО это военизированная структура? Мы же понимаем, что НАТО не начнет войну из-за нас с Россией. Нет, секундочку. Меня интересует сам факт обращения с НАТО к НАТО. Ну а к кому обращаться? К НАТО. А зачем обращаться? Это как раз одна из тех сторон, да, за сегодняшний день в мире, которые принимают решения, как мы видим, и заходят на территорию других государств. Вы же не станете это отрицать. Вот это людей смутило. Сегодня кто на нашей территории, НАТО или Россия? А кто нападает на Молдову? Да не надо нападать, они уже здесь. Да зачем нам НАТО? От кого защищаться? Американцы говорят, устами американского посла Молдова должна оставаться не так. Украина на нас не нападает. Меня просто поражает. Румыния не нападает. Это лицемерная позиция. Придестровье бедное, маленькое. Когда приехали два трактора американских на площадь Великого национального собрания, некоторые наши политики устроили просто вой. А вам понравилось бы страну приезжать? Я не смотрел даже. Это нарушение вообще своими независимости государства. А что, американцы не наши партнеры по коалиции антигитлеров? Нет, но вам понравилось? Они воевали здесь, они освобождали эту череду. А в чем проблема? Какое они отношения к этой земле? Проблема в том, что если бы стояли рядом с американскими российские танки, и еще были бы французы, нет, на День Победы... Нет, пригласили, они отказались. Нет, на День Победы господин Андреевский. Нет, было приглашение на День Независимости, вы путаете, на День Независимости было приглашение. В мае на День Победы приглашали. Я не стану спорить с вами, потому что я совершенно уверена, что русских как раз не приглашали. Но сейчас даже речь не об этом. Господин Андреевский, поднимите интернет, и мне очень жаль, что вы не в курсе этих событий. Вы знаете, что я вам хочу сказать, что очень много высказываний я перечитала по поводу молдороссийских отношений. Мне запало в душу высказывание господина Сокора, небезызвестного. Его считают проамериканским политологом, комментатором, который вот, например, сказал. «Москве не нужна республика Молдова, и Москва не имеет для нее возможности. Молдова находится вне сферы интересов Российской Федерации. Плохотнюк просто-напросто продолжает шантажировать электорат угрозой русского танка». Я не считаю его проамериканским, я его считаю процопиным. Это очень большая разница, и поэтому для меня его слова ничего не значат. Я поняла. Вы как-то можете прокомментировать? То есть, если человек, у него оппозиционные взгляды, то мы тут же должны... Нет, это не оппозиционный взгляд. Совершенно четкая тенденция. У нас много оппозиционеров, которые не обязательно относятся к каким-то там силам. Но про конкретно данного человека я вижу его поступки. Поэтому я не могу судить о нем как о нейтральном, независимом. И раньше он очень симпатизировал Воронину, сейчас он очень симпатизирует платформой. То есть, тут есть определенные тенденции. Хорошо. Тогда вы наверняка считаете господина Аппетита про американский настроенным гражданином. Безусловно. Безусловно, да. Так вот, он в интервью радиостанции «Европа-Либер» сказал, что сейчас не видит прямой угрозы для республики со стороны Москвы. По моему мнению, говорит господин Аппетит, у России много других внутренних и внешних проблем, которые она вынуждена решать. Хорошо, что вы согласны. Тогда что делает наша власть, обвиняя? Подождите, а кто видит прямую угрозу со стороны Москвы? Как? Господин Канду? Нет, но он же говорит про информационное давление, про пропаганду. А какую информационную давление? Он говорит про угрозу военную. Ну, кто об этом говорит, скажите? К секундочку, а мы не говорим здесь конкретно, что вот здесь нет слов «военная угроза». У Аппетита есть, не видит прямой угрозы со стороны Москвы. Понимаете? Здесь он тоже не акцентирует. Он вообще не видит угрозы. Так ее вообще нет. Понимаете? Вот в чем вся ситуация. Я просила бы это прокомментировать. Эльзимилов, вот давайте разберемся с этим понятием пропаганда. Почему-то Россия, она занимается пропагандой. Подождите, а Соединенные Штаты Америки чем занимаются все их СМИ? А чем занимаются СМИ Европейского Союза? А чем телеканалы, пять телеканалов, которые принадлежат Плохотнику, демократической партии у нас занимаются здесь? Они что, занимаются не пропагандой? Они не пропагандируют какие-то взгляды? Они не пропагандируют европейский выбор молдавского народа, за который никто не голосовал, референдума не проводилось, объявлено национальной чуть ли идеей, кем? Президентом Тимофтий, вот какой-то верхушкой руководителей, которые наплевали на мнение народа. Это не пропаганда? А если Российская Федерация правдиво рассказывает о том, что происходит на нашей территории, сразу же, ой, крик, ой-ой-ой, страшно. Они, оказывается, пропагандой занимаются. Да нет, они правду говорят о том, что здесь крадут миллиардами, о том, что здесь нищета, о том, что наш миллион граждан находится за границей, о том, что мы самая нищая и бедная страна Европы. Что Россия говорит неправду? Что она пропагандирует неправильное? Ну, господин Андреевский знает, он тоже считает, что это российская. Я не знаю, я в основном согласен. Вот то, что я перечислил, это все правда? Я в основном согласен. Просто единственный момент, я бы хотел, вот, вы говорите, что правда. Да, возможно, правда, окей. Но тогда возникает вопрос. Если мы начнем говорить по своим каналам правду про Россию, про Сердюкова, про веленчалистов, про миллиарды, украденные в офшоры, властью Путина, нет, тогда начнется крик, что мы влезем внутренние дела России. Почему одним можно, почему другим нельзя? Где справедливость? Почему двойные стандарты? Андрей, если нашим молдавским гражданам интересно что-то знать про какого-то российского товарища, они берут газеты, смотрят книги, там точно так. Также открыто сажают воров, проходимцев, губернаторов, одевают наручники. И это все показывает по телевидению, российское телевидение. Каждый день. Если вы считаете, что какому-то Ивану из Рязани интересно про наш миллиард. Из шести высших руководителей Российской Федерации уже четверо заменено. Всего лишь за 3-4 месяца остались на своих местах господин Медведев и госпожа председатель Совета Федерации. Остальные все заменены. Происходит обновление кадров, происходят какие-то демократические процессы. Смотрите, Единая Россия, как весь народ, вся страна проголосовала за эту партию. Они получили конституционное большинство. Их что, заставляли под автоматами идти на эти выборы? Это что, неправда? Или это пропаганда? Это правда? Я считаю, что мало 60%. В каждой стране есть какие-то недостатки. Да, и у нас есть воры-проходимцы, и у России есть воры-проходимцы. Но почему-то Россия занимается пропагандой, и все остальные не занимаются пропагандой. Давайте определимся с определением. Когда говорят, допустим, Россия занимается пропагандой. Нет, мы не занимаемся. Ладно, занимаемся, но занимаемся хорошей пропагандой. А вот американцы занимаются плохой пропагандой. Или определимся, что все занимаются пропагандой, и это для Молдовы не есть хорошо. Потому что это вмешательство в наши дела. И не будем так вот литимерно говорить, что у них правильная пропаганда, а у других неправильная пропаганда. Подождите, мы сейчас говорим об отношениях России и Молдовы. Нет, я хочу сказать в отношении дружеских отношений. Господи Шипова, позвольте мне сказать. Я журналист, в отношении пропаганды у меня безусловно есть свое мнение. Я заметила одну особенность. В прошлый раз после визита господина Рогозина как раз стал вопрос о принятии поправок в тот самый закон. Он о закрытии информационных, аналитических. Отложили до осени. Есть большое подозрение, по крайней мере сегодня журналисты об этом пишут, что сейчас как раз вернутся. Рогозин уедет, мы опять к этой теме вернемся. А вот будем смотреть по результатам Рогозина. Но я хочу сказать другое. Посмотрим, да. Но меня волнует другое. Я всегда считала, что запрет это не выход господин Андреевский. Я считаю, что вот так подходить к российским программам это некорректно. У половины людей есть спутниковое телевидение, и они очень распрекрасны. Они имеют возможность к европейским каналам, они смотрят американские каналы. Почему? Вот получается, что наша власть считает, что эти каналы смотреть наши зрители могут, а вот российские нет. Нет, ну это же не так. Вот давайте вспомним, что говорится в том законе. О запрете российских политических, аналитических информационных программ. Тех стран, которые не подписали международное соглашение о трансграничном телевидении. Ну это Российская Федерация, и все. Это только Россия под это пропадает. Пусть Россия подпишет это соглашение, и добро пожаловать. Нет, ну вы знаете, я далека от мысли, что Россия будет внимательно слушать то, что сейчас предлагают ей из Молдовы. Ну просто, понимаете как, власть не скрывает, что это сделано против господа Андреевского. Вы сейчас зря за нее уступаетесь, потому что они на дебатах, очень честно говоря, даже за что. Я просто не вижу это практически каким образом. У меня родственники практически все в Украине. Я бывал, в этом году был два раза, до этого часто бывал. Я вижу, как полностью на 100% изменилось мнение людей за те два года, когда там отключили российские каналы. То есть, эта пропаганда просто сносит людям мозги. То есть, когда молдаванин здесь любит Россию больше, чем Молдову, когда для него Путин, Бог и президент, и все остальные здесь никто, это значит, что ему промыли мозги. И если вот как сделать, как в Украине, отключить на два года, у них полностью поменялся менталитет. Вы знаете, я вам объясню, почему молдаванин любит Россию, почему он любит российское телевидение и российского президента. Да потому, что там 800 тысяч наших граждан зарабатывают себе и своим семьям всего лишь 300 тысяч, а там 800 тысяч. Есть разница. Это официальные данные. По официальным как раз в России 300 тысяч. Это официальные миграционные данные. И вот они кормят эти семьи. Сегодня Россия является все-таки нашим основным рынком сбыта, и надеемся, что мы договоримся, и он будет восстановлен. Евросоюз на первом месте. Так, если мы переходим на это, то я говорю конкретными цифрами. Если можно, только очень быстро. Да, очень быстро. Потому что у меня еще есть вопрос. Значит, вранье об успехах наших. На протяжении двух лет, с момента присоединения этой зоны свободной торговли, Молдовы с ЕС, мы экспортировали туда 2,2 миллиарда долларов. Правда, не пишут, что экспортировали и что сделали. Говорю реально на сегодняшний момент просто несколько цифр. Смотрите, первое полугодие 2016 года наш экспорт свинина в ЕС составил 28 килограмм, барадины 12 килограмм. Я не шучу. Это официальные цифры, статистики. В это же время оттуда мы завезли 22 тысячи живых свиней, 1 тысячу тонн свинины и 2,3 тысячи тонн мяса. Теперь яблоки. Пример убийственный. 55 тонн мы продали за полгода в Европейский Союз, а оттуда экспортировали полторы тысячи тонн. Это справедливая торговля. Это нас не убивает. Я вам помогу, господин Шиповалов. Есть данные. Я на прошлом эфире приводила. Значит, это данные госпожи Гореловой. Они, сколько упал экспорт у нас в страны ЕС после подписания соглашения. И как катастрофически у нас упал экспорт, значит, в страны СНГ, в том числе в Россию. Поверьте мне, что это правильно. То есть нам зона свободной торговли с Европой, то, что мы говорили, она практически нам не дала. Мы ее не используем. Извините, мы такие, какие мы есть. Вы знаете, нужно было рассчитывать на себя. Пример, вот объясните, пожалуйста, очень коротенький вопрос. Приднестровье, у которой абсолютная преференция в торговле с Россией. На сегодняшний день осталось меньше 20% торговли с Россией. Растет торговля с Молдовой, растет торговля с Евросоюзом. Господин Андреевский, это нужно объяснить нашим фермерам, почему они с упорством пытаются, как никто, да, пытаются непосредственно добиться разрешения именно экспортировать в Россию. Наверное, они знают почему. Потому что там принимали, потому что там они способны... Ну, давайте не будет. Любые гнилые яблоки покупали с удовольствием, гнилые соки. Ну, вы сейчас уподобляетесь... Не, ну это было, это же факт. Вы уподобляетесь сейчас заявлению министра Грузинского, который провинно говорил. Не стоит этого делать. Знаете, давайте так, я добавлю перки топиолы немножко в нашу беседу. Мне кажется, она немножко разрядит. Ну, смотрите, вот его цитата. Наша власть, как мы знаем, четко говорит о том, что у нас, значит, курс на евроинтеграцию, мы впереди планеты всей, и ерунда, что там давно уже свои проблемы, и никто не говорит о расширении, и хан нас не обнадежил, но это мелочи. Значит, топиола в эфире вот сказал, чем вызвал огромный гнев. Важно не то, на запад или на восток идет Молдова, а то, чтобы она двигалась вперед. После этого, в ответ на этого дипломата, обрушилось столько недовольства со стороны наших евроинтеграторов, что передать трудно. Это я к чему? Не кажется ли вам, что ни Соединенные Штаты, ни Европа, они не требуют от нас такой антироссийской агрессивной риторики? Это делаем мы сами по пословице, заставь дурака молиться, он лоб себе расшибет. Господин Андреевский, не кажется ли вам? Я просто понимаю, в чем принципиально у нас с вами недопонимание? Я не считаю, что у нас есть агрессивная антироссийская риторика. Вот это выступление господина Канду, на которое ответила официальный представитель российского... Господин Андреевский, если официальный представитель российского МИДа, который проигнорировал заявление господина Шалару, сама комментирует эти заявления и говорит, что это заявление услышано, и видит там подоплеку, извините, антиплохотнюковскую, то есть она говорит о том, что как раз Плохотнюк и его компания из-за резолюции... А вы не делаете вывод, почему это произошло? Мне кажется, что это достойно рассмотрения, что это и есть антироссийская риторика. Нет, слушай, мы же его слова читаем, мы же видим, что он говорит. Господин Андреевский, если в российском МИДе это воспринято, как недовольство... Так правильно, а вы задаете себе вопрос, почему в российском МИДе это воспринято? А вы не дураки? Да нет, конечно. Ну а почему же они тогда восприняли это? Потому что они активно влияют на нашу политическую ситуацию. Поднимите за последние две недели, последние, Вести, РТР, все вот эти главные рупоры пропаганды, они все активно сейчас бьют по молдавским властям. А я сейчас подниму визиты европейцев и расскажу вам про визит господина Хана, про визит шведа этого, да, или швейцарцы, сейчас вот сейчас не в шуме. Швед последний. Швед, да, последний. И я, и причем, знаете, в чем висит уже? Лянка в Брусселе. Да, Лянка сейчас как депутат, Лянка с Меркель к нему приедет. Но он председатель комитета. Понимаете, в чем вся ситуация? Русские не приезжают сюда, не говорят, знаете, молдаване, вот мы сейчас вам дадим денег, а вы сделаете, как мы скажем. Вот так сделал Хан. Он приехал и сказал, вам 15 миллионов, разве это не влияние на... Так, все правильно. Почему русские не приезжают? А почему же это правильно? Нет, так это правильно, потому что вы констатируете правильно. Русские не приезжают, потому что сейчас не пророссийская власть. Когда был Воронин у власти, они приезжали и говорили, подпишите меморандум Козака. И пропагандой занимаются. Да точно так же не приезжали, я что-то не помню при Воронине. Не помните меморандум Козака, не помните? Ну это ужасно, давайте еще будем вспоминать. Слушайте, но прошло не так уж и много, не надо. До нашей эры. Ну и что, так не приехал уже в конечном итоге господин Путин. Ну не получается у них влиять, но пытаются. Ну вы знаете подоплеку меморандума Козака. Я знаю. Почему? Потому что у других получается влиять. Да, именно на конкретного человека. На конкретного человека, на которого можно влиять. И на этом все и строится. И сейчас то же самое. Посмотрите, как действует Евросоюз. Перед тем, как что-то от нас требовать. Они дают нам, вот вам дороги, пожалуйста, вот вам такие льготы, вот вам такие. А потом приходят и говорят, ребята, давайте вот сделаем так. Как делает Россия? Вот мы вам здесь закрутим, вот мы вас здесь закрутим, вот здесь закрутим, а теперь делайте, как мы вам скажем. Расскажи Андреевски, какая уже национальная гордость. Нас что, вот так покупают европейцы? И вот получается, кто нам даст денег? Они сначала приходят, выставляют условия, вы сделаете это, вы примите другой закон, вы откажетесь от этого, вы растороните отношения с Российской Федерацией. А потом мы вам дадим кредит, а потом мы вам дадим грант, это совершенно по-другому. Они не приезжают сначала строить дороги. Я вам сейчас скажу, Молдову развалили целенаправленно. Вы меня извините, программа ТАСИС, европейского технического сотрудничества, на что было направлено? Разрушить нашу промышленность. Разрушили. Американская программа ПМИН, ПАРМИН, ее крестьяне называют, на что было направлено? На разрушение нашего сельского хозяйства. Мы имели 900 крупных товарных хозяйств. Это 417 колхозов и 480 совхозов. Мы их уничтожили. Мы раздали землю крестьянам, средний надел 2,5 гектара на человека. 2,5 гектара, когда в той же Европе, Соединенных Штатах Америки, прибыльная ферма считается при объединении... 2,5 гектара, а соответственно социальную сферу развалили. Это они нам дали. Это они сегодня развалили. Все уничтожив нашу экономику, уничтожив нашу социальную сферу, приходят. И что они делают? Возьмите 15 миллионов на управление, на реформу юстиции. Но мы вам скажем, как управлять. Да, следующее. Вы понимаете за эти деньги? А теперь что дальше будет уничтожаться? А дальше будет уничтожаться, есть страшное слово в этом соглашении о свободной торговле с Европейским Союзом. Стандарты, которые они меняют раз в несколько лет. И так как у нас денег нет, мы все время будем отставать. Извините, коню по европейским стандартам, лошади, корове, окно положено. Где у нас в селах сегодня это будет? Где аппаратура для сельского хозяйства? Так и останемся в 19 веке? Нет, надо на сегодняшний день есть четкий и ясный ответ. А почему вам нужно оставаться в 19 веке? Нам надо поддерживать отношения с Европейским Союзом, мы можем выстраивать стратегические отношения с Россией. Приводят, например, Сингапур, Южную Корею, Тайвань. Все эти страны поднимались за счет внешних спонсоров и доноров. Никто не... Но там не воровали миллиарды, как у нас. Вы знаете, кто поднял Сингапур? Их поднимали англичане, израильцы. Тех, кто у власти находился, не воровали миллиардами. Сначала все воровали, а чтобы они не воровали, им создали условия именно их внешние доноры, которые сказали, или вы прекращаете воровать, или вы не получите больше ни одного центра. Нет, они сначала... Наши так сильно испугались после 2014 года, что украли миллиард. Вот так сказали им. Так нет, они как раз с парламентской выборами провели. Это довод против вас. Наши не могут делать нормально, пока их не прикрутят извне. То есть вы за внешнее управление сейчас? Так оно у нас и есть. Фактически да. А кто вам дал право, господин Андреевский, во внешнем управлении выбирать того самого хозяина? А я не выбираю его. Кто дал право такой нашей власти? Секунду. Я за то, чтобы у нас было эффективное управление. Кто-то провел секунду, кто-то провел референдум, кто-то поинтересовался мнением народа. Кому-то вообще превзбрело в голову хотя бы узнать, что думают наши люди по поводу того, в какую сторону нам движется. Понимаете? Продают страну, продают наши активы, продают людей. И все знают, что кому. Давайте будем серьезнее. В Англии референдум, в Швейцарии референдум. 90% всех референдумов проводятся в Швейцарии. Но сознательность швейцарцев... Вы знаете, что они сейчас отказались от повышения пенсии. Они отказались от того, чтобы каждому... А вы знаете, что они назвали свою заявку о вступлении в Европейский союз? Каждому гражданину... Они отозвали то, что они там... Правильно, потому что они живут лучше, чем Европейский союз. У них был сейчас на референдуме вопрос каждому гражданину по 2500 евро выделять просто так в месяц. Они от этого отказались. Вы можете представить, чтобы у нас был такой уровень сознательности? У нас придет человек и скажет, я вам построю караоке в селе, и все за него проголосуют, даже если он вообще никто. Надо вырасти сначала до нормального уровня сознательности. Если бы у нас был такой уровень сознательности и такой уровень доходов, то, может быть, мы тоже за то же голосовали. Но если у нас сегодня средняя пенсия тысяч рублей, и у нас 70% населения... Я вас перебиваю, говорите больше. Скажу так. Понимаете как? Меня очень смущает вот эта ситуация, что у нас, когда выгодно, то народ такой умный, он мудрый, он рассудит, говорят политики. Особенно поезжаете на встречи, вы услышите, как говорят, у нас народ такой... А когда вот, знаете, нужно продавить свое решение, так что за народ разберется? Вот Буцу честно говорит, вот уважаю ее за это. Это говорит, наш народ недозрел, он не понимает по унире, он не проголосует. И вообще, я не уверена, что это нужно рассматривать в парламенте. Нужно взять и насадить. И решить за это. Понимаете, вот вы сейчас точно так же рассуждаете. Уровень политической культуры в целом у нас как в обществе, так и среди политиков крайне низкий. Это тема бесконечна, уровень политической культуры. Кого выбираем, того и имеем. Правильно. Да. Я хочу, чтобы мы сейчас закончили еще вот на такую тему. Вот смотрите, то, что происходит сейчас во внешней политике Молдовы, у меня, например, вызывает массу вопросов, потому что то, как принимаются решения, кем они принимаются и кто за это будет нести ответственность, это очень хорошие вопросы. Возможно ли изменение ситуации, если к власти придут так называемые пророссийские силы? Господин Шаповалов, вам слово. Да, конечно. Я в этом абсолютно убежден. Почему? Потому что, ну посмотрите, сама жизнь говорит о том, что по статистике, вот по любым социологическим исследованиям, сегодня лидирует кто? Председатель ПСРМ Игорь Николаевич Дадон. Уже более 40% населения готовы ему отдать свои голоса. Председатель ПСРМ, это пророссийские силы, я вас здесь останавливаю. Следующий момент, я вам говорил, 700-800 тысяч наших работает в Молдове, Россия является нашим основным поставщиком энергоресурсов. Работают в России? Да, работают в России, деньги присылают сюда, и мы еще оплачиваем Европейскому Союзу из этих денег, пошлины и так далее. Теперь, основные энергоресурсы оттуда, и это еще длительный период времени, этот газопровод, Ясы, Кишинев, это фантастика ближайшая. Ясы, он день, он день, Кишинев, об этом шла речь. Да, тут денег на зарплаты не хватает, а не то, что на это, и никто их не даст. Потом, следующий момент, Россия, наш основной рынок сбыта. Объясняю, почему. Мы были связаны в рамках Российской империи, в рамках Советского Союза, единым экономическим комплексом, который предусматривал и получение ресурсов, и их распределение. Вы говорите проще, россияне знают молдавские яблоки, россияне знают молдавское вино, россияне знают молдавские фрукты. Понимаете, а мне сложно из Монако, гражданина, спросить в отношении молдавских вин. Все правильно, а теперь посмотрите на наши полки. Только два года начало работать соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, и что получается? Зайдите, чилийские вина, австралийские вина, американские вина, в той же ценовой позиции. И это от трех до десяти лет мы каждый год будем обнулять все новые группы товаров, которые нас будут гробить дальше. А разница в чем? 350 евро субсидий в Европейском Союзе на гектар у них, для их фермера. А у нас не каждому и 20 евро, и то через год с просрочкой оплаты. Все, перерывая вас, у меня две минуты. Поняла. Субсиди стоимость одного килограмма мяса курицы в Европейском Союзе 50 евроцентом. Это 11 лей. У нас 30. Мы завтра уничтожим все. С курицей вы меня убедили. Господин Андреевский, изменится ли позиция, если к власти придут пророссийские силы? У нас будут отношения с Россией лучше? Честно, я не могу ответить на этот вопрос, потому что очень много будет зависеть от этих пророссийских сил. Что они хотят? Понимаете же, мы можем гадать, изменится, не изменится. Мы можем смотреть на аналогии. Вот те, кто сегодня с Россией, реально, у них изменилась лучшая сторона. Это Приднестровье, это Абхазия, это Южная Осетия, это Крым. Это Белоруссия. Да, это Казахстан. Белоруссия это исключение. Это Казахстан тоже исключение. Это Армения. Знаете, Армения, это все очень плохо, как и у нас. А в Белоруссии почему все было хорошо до последнего момента? Потому что они сохранили свою промышленность. Давайте уже не говорить по поводу Белоруссии, я просто привела вам пример. Да, так. Это не пример, это исключение. Там хорошо, потому что они сохранили промышленность. Да, мы ее разворовали. Не мы, а те, кто разворовал в 90-е. Тут я согласен с вами. Но на чем строится конкурентоспособность белорусских товаров? На ультрадешевом российском газе. Да. Нет, так об этом идет речь. То есть, если нам Россия может продавать, как Белоруссия, газ по ценам ниже, чем для своих собственных граждан, да, может быть, мы смогли бы конкурировать с кем-то. Россия и Белоруссия союзные государства. Да, но вы знаете, что неделю назад Лукашенко очень жестко заявил, что если Россия не постоянно что-то жестко, а потом не дневится. Я прерываю. У нас сегодня не тема Белоруссия. Если будет, приглашу, мы поговорим. Нет, это все в те же рамки относится. О Белоруссии. В наше время вышло. Вы знаете, нам остается с вами только ждать результатов этого визита. Скажу от себя, что я тоже совсем не уверена, что будут приняты какие-то кардинальные решения. Скорее, для Приднестровья будут сказаны какие-то важные вещи. Так, мое личное впечатление. Но то, что необходимо менять риторику, у меня нет никаких сомнений наших официальных властей по отношению к Российской Федерации. И нужно уважать тех людей, которые там работают. И нужно помнить. И нужно открывать столько участков, чтобы каждый из них смог прийти и проголосовать. Это Дело Принципа. Вы смотрели программу Дело Принципа. Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова